Что вам скажут духи вашего рода? Какие слова они вам скажут, чтобы вас успокоить? Может быть, какие-то подсказки скажут для вас. И для начала, кто придет из вашего рода? Кто придет? Кто придет из вашего рода? Рассказывают, что это карта сущности. Кто-то из вас был как в оморочках, находился. Или на вас было что-то сделано. Какую-то магию на вас сделали, навели. Порчу какую-то сделали. И этим люди открыли для вас ящик Пандоры. Выходит ящик Пандоры. Вот все, что плохого есть в этом мире. Все самое ужасное, что только можно себе представить. Вы это пережили. Ну тут могло быть и какой-то голод пережили. Голод, конечно, оставляет отпечаток на всю жизнь. У вас сейчас могут быть даже страхи остаться. Вот дикий страх голода. Что я опять останусь без денег. Потому что я это пережила, я знаю, что это такое, каково это. Могли очень тяжелые заболевания пережить. Также у вас, возможно, и страх есть. Вот опять не заболеть, да. Страх вот этой болезни. Я не хочу, да, опять это переживать. Когда и без работы остались. Ну вот абсолютно потери по всем фронтам. В личных отношениях пережили очень тяжелые такие, да. Как это говорят, кармические отношения. Кармический партнер у вас был. То есть там было и моральное какое-то издевательство, психологическое насилие. И руку подымал. Ну то есть весь трэш, который может происходить с людьми в жизни, вы пережили. И этот мужчина мог и руку на вас подымать, и сбивал вас. И физически вас добивал. И морально, да. И морально мог вам что-то говорить. Вот как будто бы добивал вас, добивал. Зачем это говорят? Зачем это показывают? Зачем об этом рассказывают? Вышла карта змея. И я спросила, зачем это показывают? Зачем об этом рассказывают? И карта змея, девочки, это очень серьезное предупреждение о фальше, обмане, о предательстве. Карта предупреждает, что посмотри, с кем ты общаешься. Посмотри на свое окружение. Предупреждает, что сейчас вокруг вас люди есть, которые вам вредят. Либо это в прошлом было. Но если это предупреждение, то и сейчас тоже эта ситуация у вас длится. Что эти люди вас предают. Этот человек вас предает. И запомни, что этот человек под маской искренности, честности скрывается обман, фальш и предательство. Это очень серьезное предупреждение для вас вышло. Также вышла карта зелья. Говорят, что возможно на вас делали привязки. Им именно привязка через напиток. То есть, если кто-то пытается найти вопрос, почему у вас это было в прошлом. Вот вам это объясняют. Говорят, что у вас была действительно порча, привязка через напиток. У кого-то это сейчас еще длится, продолжается. То есть, вот неспроста вот это ящик Пандоры, первая карта вышла. Предупреждают. Хорошо, а кто же? Кто же выйдет? Кто же пришел? Кто же эту информацию вам передает? Кто вышел на связь с вами? Кто ты? Из вашего рода. Кто мне это говорит? Говорит человек, я тебя люблю. И что? Я тебе хочу глаза открыть. Что ты несешь крест какой-то. Возможно, это родовое. Родовое, да, отрабатывайте что-то. Что будь осторожна. И человек говорит, что ты очень открытая, ты слишком открытая. Не сильно, так вот, сильно не доверяй людям. Да, как говорится, доверяй, но проверяй. Развилка, говорят. Что ты не ту дорогу выбрала, ты неправильный путь выбрала. Ты себя поставила в позицию ожидания. Ты ждешь чуда какого-то. А как нужно? Говорят, что ты надеешься, что этот человек изменится. Ты надеешься, что эти отношения еще восстановятся. Показывают, что вы хотите какой-то обратный ход. Как вернуть все заново, заново. Надеетесь, что поменяется. Что это неправильно. А как нужно? А, я поняла. Вот эта карта, обратный ход колеса, вы ждете. Также еще говорит о том, что вы для кого-то ждете, чтобы у человека произошло то, что у вас было. Чтобы вот эта вся ситуация, которую вы пережили, чтобы у этого человека все это произошло. Чтобы вот этот обратный ход колеса произошел у того человека по бумерангу. Вот обратный ход колеса и бумеранг. Я хочу, чтобы у того человека все это повторилось. То, что у меня было. Чтобы вот этот вулкан, произошло вот это извержение вулкана, когда этот человек абсолютно не будет готова, абсолютно этого не ждет. Вот он сейчас, ага, я поняла. Вы сейчас находитесь как в ожидании. В ожидании, что у человека, ну вот как я сказала, человек переживет все то, что вы пережили. И для него это будет неожиданно. Вот он как будто бы живет вот сейчас, да, ни о чем не подозревая. Как будто бы вот, как будто бы он ничего и не сделал. Как ни в чем не бывало он себе живет. Да, спокойно, вот как говорится, припеваючи. А вы хотите, да, чтобы для него это вот прилетело, ему стукнуло вот в самый неожиданный момент, когда он этого не ждет. Да, чтобы для него это было как можно больше больнее. Вот так вот. Вот какой обратный ход колеса идет речь. И говорит, вам говорят, вот опять предупреждать, что не о том ты думаешь. Не нужно тебе это. Не думай об этом. Ты много времени на это тратишь. Энергию свою тратишь. И таким образом ты как будто бы вот с дороги сходишь. Что неправильный вектор ты выбираешь. А как надо. Как надо. Да, очень много у вас сейчас тяжелых мыслей. И это вас вот как тянет вас назад. Что вы, получается, вы не о хорошем думаете, а думаете. Да, придумываете разное, вот, чтобы вот тот человек пережил, да, то, что вы пережили. Как будто бы в уме, у себя в голове прикручиваете разные картинки вот в какой-то месте, да. Вот я бы хотела бы, чтобы с ней или с ним вот то-то и то-то произошло. И вы вот это в голове прокручиваете, как энергию тратите не на то. Говорят вам, избавься, убери эти мысли, убери это желание, почисти. То есть это тебе не надо, предупреждают вас. Так, привязка. Ну да, получается, по привязке вы не можете эту свою обиду отпустить. Также, возможно, и чувства не можете отпустить. Поэтому, также, вот если вы думаете, что вы этого человека очень сильно ненавидите, возможно, это просто говорит любовь. Любовь безответная. Просто она вот так повернулась. Что и вам кажется, что вы этого человека вот просто дико ненавидите, да. Желаете ему всего самого худшего. Да, обида вот и вышла. Обижаетесь вы еще на этого человека. Просто вот в душе себя ребенком ощущаете. Опять кладбище. Две карты кладбища вышло. Так, давайте. Так и не показывают, кто же из вашего рода вышел. Так, ну давайте я другую колоду возьму. Я хотела, чтобы что-то хорошее сказали. А у вас тут, получается, начали с плохого. Не, ну это, конечно, тоже можно трактовать как хорошее предупреждение. Да, вас же предупреждают, что ты не тем сейчас занимаешься. Не туда ты свою энергию направляешь, свое внимание ты не туда направляешь. Да, не нужно желать им в месте какое-то отмщение желать. Что вот показывают, что вы таким образом, своими мыслями, вы сходите с правильного направления, с правильной дороги вы сходите. Кто же это? Кто же этот человек, который это все рассказывает из вашего рода? Не хотят рассказывать. Говорит, что этот человек еще при жизни, он к вам плохо относился. Как будто бы вас не разглядел до конца. Просто вот при жизни этот человек на вас очень сильно злился. Как не принимал вас. Вы вот ребенок вышли. Вы с этим человеком, вы, возможно, даже выясняли что-то, да, выяснение отношений у вас было. Может быть и не было, но вы чувствовали какую-то как неприязнь, да. Вы чувствовали, что вы как непринятый член вашей семьи, вашем роду, непринятый. И этот человек говорит, что я к тебе незаслуженно плохо относился. Что вот мне казалось, что ты как-то себя неправильно ведешь, что ты неправильно живешь. И ты для нас был вот как отщепенец какой-то, как враг семьи, что ли, как позор для нашей семьи ты была. Но сейчас мнение у этого человека поменялось к вам. Она говорит, она, почему она? Больше, наверное, это кто-то из женщин по вашему роду вышло. Поменялось мнение, говорит, что вы просто, вы не могли по-другому тогда себя вести. Вы тогда были как брошенная, вас предавали. Вы не чувствовали любви, вы не чувствовали поддержки. Да, возможно, вы тогда и действительно что-то неправильно делали, неправильно себя вели. Но рядом с вами никого не было, кто мог бы это сказать, кто мог бы вас направить. Да, и вот получается, они вас воспринимали, что вы действительно как враг семьи. Что вы как будто бы то ли как портите репутацию вашего рода, вашей семьи. Этот человек мог даже при жизни вам сказать, что ты позор для нас, ты позоришь наш род. Нашу славную семью позоришь. Да, вот такое могли вам говорить. Как будто бы, что вы воруете что-то. Могли даже вас обвинять, что вы что-то украли. Почему украли? Обвиняли вас, что вы связались с мужчиной, что он не стоит тебя. Он не достоин с тобой быть. Вот зачем ты с ним связалась? Опять же, вот ты из такой семьи славной, из такого рода, а ты связалась вот с этим холопом. Мужчина мог или пить, или из какой-то неблагополучной семьи. Что зачем ты с ним? Зачем ты связалась? Зачем ты с ним живешь? Он тебе только сердце разбивает. Ну, собственно, он не только вам сердце разбивал. А опять же, вот эта женщина, да, скорее всего, говорит, что им это тоже сердце разбивало. Ей сердце разбивало, что она чувствовала стыд какой-то, да, вот этот испанский стыд. Что вот она смотрела на вас, и вы связались с этим мужчиной, да. И вот ей тоже было стыдно. Стыдно перед людьми. А вот что люди скажут, да, вот что? Это может быть или ваша мать, или ваша бабушка. Вот ей было стыдно за вас перед людьми. То есть, эта ситуация не только вам сердце разбивала, но и этой женщине тоже. Что вот зачем она это делает? Жили вы в каком-то частом доме, в селе, возможно. Или это такой, или даже если это город был, ну, какой-то домик старый уже, старый, как дети. Вы тогда еще молодые были, давно это происходило. Говорят, что вы надеялись, что вы построите, да, вот построите, построите. То есть, вы тогда жили вот то ли в селе, или в городе, в маленьком доме, но надеялись, что все-таки вот вы выстроите вот это свое благополучие, да. Или, допустим, вы едете в город, уедете вместе с ним, заживете счастливо. Если вы в городе жили, то надеялись, что счастливо опять же заживете. Вы не смотрели на вот эту бедность, на вот эту нищету, то, что он там пил, или из неблагополучной семьи были. Вы абсолютно вот искренне, как ребенок, верили в эту любовь, в чувства, да, вот только поженились, например, или только стали жить с ним вместе. У вас абсолютно были вот такие искренние, большие надежды, как у ребенка, что все будет хорошо. Вы от себя все плохие мысли отметали, отгоняли. Но, говорит она, эта женщина, что вы не получили. Вы то, что надеялись, о чем вы мечтали, вы это не получили. Хотя вышла карта победителя, она говорит, что ты должна была быть счастлива. Но эта карта перевернулась. Что вот ты с ним связалась, и ты себе только жизнь испортила, поломала. Он к тебе, говорит, плохо относился. Так, хорошо, а что же вам скажут, какие слова, чем эта женщина вас успокоит, как она вас успокоит? Ну вот, говорит то, что поменялось к вам мнение ее, что она на вас вот сейчас по-другому смотрит. Если эта женщина действительно, ее уже нет в живых, она же сейчас, находясь на небесах, она понимает, кто есть кто. Она понимает, почему вы так себя вели, что вы на самом деле просто нуждались в любви. И все. А тогда она судила просто с позиции человека. Не понимает, да, мы же люди, мы рассуждаем с логики людской, человеческой. И мы часто не понимаем, почему это происходит вот так, а не иначе. Мы часто не понимаем, почему этот человек себя вот так ведет, а не иначе. И мы или нападаем, обвиняем, обижаемся, а на самом деле может быть совсем по-другому, да, какой-то скрытый смысл. То, о чем мы не знаем, не догадываемся. Чем бы она вас хотела успокоить? Говорит, что встреча у тебя будет с мужчиной. Новая встреча тебя ожидает. Это как начало в твоей жизни, это прям вот хорошее, да, как благословение, что ты достойна лучшего, ты достойна хорошего, толкового мужчины, да, скажем так. Супер. Который будет как вот уравновешенный. Вот карта умеренности, который будет уравновешенный. Знаете, вот этот мужчина, с которым это вот бывшая, да, тут история была, он какой-то был импульсивный. Вот знаете, говно загорелось, а и все, он мог, вот остапа понесло. Вот что на уме, то и на языке. Какой-то он такой не сдержанный, агрессивный. Да, и при том же вы могли помириться, и у вас, конечно, с такой же страстью у вас и секс был. То есть вот как сильно вы с ним ссорились, или он с вами ссорился, ругался. Вот такой же страстью у вас был и секс. То есть все было на пределе, да, все на пределе. Спокойно не было. Вот как вулкан действительно, как жили, как на пороховой бочке. А вот она говорит, что а этот мужчина другой, там у вас будет спокойное отношение. Пусть вот таких страстей не будет, но зато у вас и ссор не будет. Спокойные, гармоничные отношения. Вот это хорошее она вам говорит, что у вас такой мужчина будет. Но вы говорите, что... Она говорит, что вы еще как не готовы. Как не готовы к этому. То есть не готовы. У вас внутри может быть такое, что умом вы хотите таких отношений. Умом вы понимаете, да, что я хочу такого. Но глубоко в душе вы считаете, что как будто бы вы этого не заслуживаете. Или вы этого недостойны. Вот карта правосудия перевернутая, что ну как будто бы вы этого не заслуживаете. Что с вами такого счастья не может быть, да, вот. Или крест на себе поставили, или уже разуверились, что ну не может со мной этого быть. И вот эта женщина говорит, ты... Хотя ты в это и не веришь сейчас, да, не веришь. Или разуверилась, разочаровалась, да, потому что со мной одни вот какие-то прихлебалы. Со мной одни какие-то инвалиды. Или в прямом смысле инвалиды физические. Или моральные, имеется в виду. Мужчины, которые постоянно мне проблемы создают. Которые сами, вот, как это говорят, как эта фраза. Николане двора, да. Мужчины, которые сами Николане двора, нищета полнейшая. И меня тоже вгоняют в эту нищету. И я с ними тоже вот начинаю терять. Да, вот что со мной постоянно такие мужчины. Что вы как будто бы, да, вы не верите. Вы уже не хотите добиваться чего-то, как руки у вас опустились. Я уже не хочу ни с кем не встречаться. Я уже не хочу там, чтобы у меня в личной жизни что-то было. Да, в принципе, я поставила на этом точку. Не хочу я ничего в личной жизни. Не хочу никаких встреч, ничего не хочу. И действовать сама я не хочу. То есть вы себя окружили вот как коконом, да. Что так лучше, так спокойнее, так менее больно. Когда я одна себя вот так окружила, что не подпускаю к себе никого, да. Ни с кем не знакомлюсь, никому шанса не даю. Мне так спокойней. Да, я вот как под защитой нахожусь. Мне так не больно. Потому что если я опять с кем-то познакомлюсь, вступлю в отношения какие-то, завяжу отношения, то мне опять сделают больно. Вот говорят, что вы должны, вот эта женщина говорит, открывать свое сердце. Все равно открывать. Ну потому что оно по-другому невозможно. Все равно давайте человеку шанс, да. Вот если у вас знакомство какое-то. Но опять же, опираясь на свой опыт. Не так вот бездумно, да. Бездумно, как это раньше было. А все-таки опираясь на свой опыт. Вы уже знаете, да. Познакомились с мужчиной. Вы уже можете по его внешнему виду, по его поведению определить. Можете сказать что-то о нем, да. Уже можете понять, что он для себя представляет. Опирайтесь на свой опыт, опять же. Но вы же это не просто так пережили. Да, прошлое говорит, оставлять в прошлом. Там, где ты была жертва. Это вот то, что ты пережила, тебе это надо было. Тебе это надо было, чтобы ты для себя что-то осознала. Так, рассказывают, что вам пришлось вот из этих отношений, как уходить с тяжелым сердцем. И что вот слишком вот не отдавайся, не вкладывайся слишком в отношения, в отношениях с мужчиной. А вы вот как слишком вкладывались, да, вот старались. Вот посмотри, какая я, вот посмотри, какая я хозяйка, какая я мать. И мужчина вот вас как будто бы со стороны вас оценивал. Ну, потому что вы так себя вели, да, как пытались заслужить любовь. Пытались как вот себя продать, да, рекомендовали себя. Вот какая я хорошая, вот с хорошей стороны. Вот посмотри на меня, оцени меня, да. Потому что вы его так поставили, вот он вам казался, что он такой мужчина перспективный, то есть вы себя недооценивали. Поэтому вы себя вот не зря сказала продавали. Прямо вы тут работали, работали над отношениями, прямо вот старались. И в плане быта вы такая хозяйка были, готовили, напекали, жарили, варили, пекли, прибирались, стирали, при этом на работу ходили, я не знаю. Но вот вы именно прям работали. И деньги зарабатывали. А мужчина просто, мужчина просто был, да. Что вот, как предупреждает, а это все оказалось иллюзией. Это все оказалось не настоящим. Не то, не то, о чем вы мечтали. Это все вот рассыпалось просто, как, рассыпалось, как песчаные вот эти вот строения, когда мы вот дети из песка что-то лепят, песок высох, и он очень легко сыпется, разрушается. Это все тоже разрушилось, как вот эти песчаные такие вот пасочки, пасочки песчаные. То есть, а вы тут себе намечтали, нафантазировали, что я вместе с ним, вы достигнете какого-то уровня, какого-то вот благосостояния, какого-то счастья с ним достигнете. Действительно, боролись за свое счастье. Но это все закончилось предательством. Что это оказалось не то, ради чего стоило вот так бороться. Это не то оказалось. То есть, вы понимаете, да, женщина предупреждает вас, рассказывает, что нужно опираться на свой опыт. И не повторять своих ошибок, которые у тебя были. Да, вот то, что я перечислила. Не слишком вкладываться, не слишком вот прям стараться заслужить своей любовью, да, не слишком вот перед мужчиной вот себя со всех сторон показывать. какая я вот и хозяйка посмотри, и мать какая я, и жена, и как друг, и как любовница. Ну, прям просто, по крайней мере, на начальных этапах не нужно этого делать. И говорит она вам, вот хорошее послание для вас, что у вас будет мужчина, будет. Открывай свое сердце, но опять же, опирайся на свой прошлый опыт. Доверяй, смотреть, как он себя ведет. И уже там в соответствии с его поступками уже больше себя как-то показывать, открывать. А не так вот на голом энтузиазме полностью вы сразу с порога, вот какая я есть, я вся твоя. Немножко, да, вот как-то приоткрываетесь. С каждым разом, вот с переходом на новый уровень вы больше раскрываетесь, как цветок. Вот так, вот такое хорошее послание для вас, у вас мужчина, на пороге новый мужчина. И эта женщина говорит, что она поменяла свое мнение насчет вас. Ну что ж, я на этом буду заканчивать. Вас благодарю за просмотр, вам всего хорошего, всех благ, пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.